Вот наша ветхая Быковская школа, которая ни разу не видела капитального ремонта. Уже год жители села Быково Шипуновского района бьют тревогу, борются за школу и обращаются во все инстанции. Напомним, после обрушения потолка в Быковской СОЖ учреждения закрыли на неопределенный срок. Наш телеканал уже освещал проблему в октябре прошлого года. На тот момент 80 учеников ездили в Шипуновскую школу номер 2 за 13 километров от села Быково. Битва за капитальный ремонт здания идет с 2015 года. По словам родителей, администрация района по-прежнему не на их стороне. Месяцы идут на счет. Все, школа постояла без отопления зиму. Вот что происходит. Они надеются на то, что оно просто разрушится и будет якобы нерентабельно ремонтировать данный объект. Сейчас дети учатся в здании конторы СПК Быковский, за которой, кстати, тоже пришлось вести борьбу. Председатель конторы и родители сами подготовили классы к учебному процессу. Однако есть очередное «но». Срок аренды заканчивается в июне. Да и родители хотят, чтобы их школу наконец-то отремонтировали, как и обещали. Так, по ответу Минпросвещения Российской Федерации, наша школа находилась на третьем приоритетном месте в списке, поданном от Алтайского края на федеральную программу модернизации школьных систем. В итоге, наш объект исключен из списка из-за ошибки в пакете документов, поданных администрации Шипуновского района. Нужна была государственная экспертиза в состоянии здания школы, а провели частную. Да и с краевой программой по капремонту на 2024 год, судя по распоряжению краевого правительства, от 8 декабря 2023 года жители села Быково тоже пролетели. Нас обещали включить в КАИП, но вчера мы узнали, что нашей школы в списке опять нет. Просим пересмотреть списки КАИП и включить Быковскую школу имени Джурко в краевую программу по капремонту на 2024 год. Но глава района в своем ответе утверждает, для проведения капитального ремонта здания Быковской СОШ разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение специализированной организации. Ожидается, что в ближайшее время Министерством образования и науки Алтайского края будет рассмотрен вопрос о включении Быковской СОШ имени Джурко в краевую адресную инвестиционную программу. Несмотря на это, жители села считают, никто не заинтересован в восстановлении школы. Как итог, дети продолжают страдать, а родители задаваться вопросом, что же еще они могут сделать, чтобы сохранить школу. Юлия Щепина, День с толком.